И долготерпением, с них сходя друг ко другу любовью, стараясь сохранить единство Духа в союзе мира. Беда, когда у человека нет зрения. Большая беда, когда есть зрение и в темноте находится. Вот в духовном состоянии люди, которые не имеют священного писания, они не просто ущербные, они могут только стоять на месте, чтобы не повредиться, или двигаться в неизвестном направлении. Беда в том, что люди, не знающие священного писания, как должно, вырывают отдельные части, совершенно не заботясь, что стоит рядом. Вот сегодня вопрос об объединении Московской Патриархии с зарубежной церковью, даже безбожников и то тревожит. Ну как, соединились? Часто по телефону меня спрашивают. А вообще они ничего не понимают. Ну написано, что все даже имеются. Он как-то слышал. Действительно, Господь говорил. Я для того и пришел, чтобы собрать рассеянный щат воедино. Тех, которые против объединения, те слова вообще не видят, как будто их и не существует. Да будут едины, не как-то едины, а как мы с Отцом. Разделение – это всегда горе. Разделение всегда печалит. Разделение на небе произошло. Ангелы одни пали, другие остались. Что радость какая-то. Но там невозможно примирение. Здесь возможно. Тех, которые за соединение вообще не видят, соединять это не с кем. Тех, которые разделяются, ссылаются на указ Патриарха. А указ потерял силу, вообще нет. Там написано, ввиду невозможности сообщается с Москвой. А сегодня никакой возможности нет. Сегодня любой, с любого конца света, Москва вообще как проходной двор. Это совершенно несправедливо ссылаться на указ Патриарха. Он потерял свою силу. Он был дан для того, чтобы могли самостоятельно управляться, без связи, которые нельзя установить с руководством. В Москве находилось Патриаршество. Сегодня каждый может приехать и узнать, сообщать. А ну с кем сообщать-то? Патриарх-то не тот. Я всегда делаю такое сравнение. Родители долго дома не были. Долго. Они были сосланы в ссылку. Теперь возвращаются к своим детям. А сколько не были? До 70 с лишним лет. Детей-то вообще нет у тех уже. А народились новые, которые вошли в союз с разбойниками. Они переродились. Они подходят дома, а там гулянка. Там что делается непотребное? Домой они пришли и не домой. Это все надо в совокупности брать. Объединять-то надо. Это однозначно. Потому что на небе не будет никаких перегородок. Если мы туда идем, а как мы там будем вместе-то? Между ангелами и людьми не будет разделения. Вот что. На небе. Все будет единое. Об этом говорится в Откровении. И апостол Павел говорит, что нам необходимо запастись смиренно-мудрием, кротостью и долготерпением. Говорит, у нас терпения нет. Как это терпение кончилось, так сразу переключайся на долготерпение. Вариант есть такой. А как? Снисходя. Слово снисходя означает, ты себя считаешь выше, тебе больше дано, больше опыт, знания. Снисходя сойди маленько пониже до него. Господь сошел с неба, снисходя к нашей немощи, принял плоть. Она ему не нужна, плоть. Но он принял для того, чтобы во всем уподобиться сынам человеческим. И стал сам сыном человеческим. А Дева Мария приняла ту плоть, чтобы можно было умереть и пролить кровь, взять на себя грехи. Как Дух он не мог этого сделать. А для чего это нужно? Седьмой стих. Стараясь сохранить единство Духа. Здесь еще вопрос. Зачем надо быть под одним человеком? Нигде в Писании этого нет. Чтобы все подчинялись апостолу Павлу или апостолу Петру. Нет. Павел предложил им, как он трудится, как проповедует. Он не предложил, какая у меня литургия. Да ее и не было. А предложил не напрасно, еле оттуржуясь. А в Каринхия пришел. Вот у меня обратились так-то. А в другом месте я по-другому стал говорить. Одним говорю, на закон опираться. А другим говорю, чтобы закон будете соблюдать. Вы вообще остались без Христа. Так правильно или нет? Он на рассмотрение вынес. И получилось так, что апостолы подали руку общения Павлу, сказали, ну, брат Павел, ты правильно делаешь. Так и надо делать. Он говорит, закон, данный для жизни, для елеев послужил к смерти. И это я отношу к соборным правилам. Сегодня те, которые против объединения с Московской Патриархией, они не могут привести ни одного местописания. Хотя такие места есть, но они не знают. Я еще даже не встретил. А вот каноны, а каноны совершенно не о том говорят. Искусственно подтягивают. А вот к этим ретикам вот этот подходит. Такие ретики умрили, вообще их нету. Ты с ними не встречался. Спрашиваю, с чем отличались эти? Понятия никакого не имеют. Значит, канон, правила собора вселенских поместных были даны для жизни, а послужили к смерти. Для разделения. Потому что там митрополит ездит и молится с ретиками. В первую очередь, ты не знаешь, что молится он или не молится. А потом, на тебя это никак не влияет. Сейчас мы по Священному Писанию посмотрим, как Бог заботится о каждой душе и спасение поставил вне зависимости от того, как вышестоящий ведет себя. Это вообще выдумка. Чтобы там кто-то помолился, а меня Бог взял и вышвырнул. Я ему не угоден. Потому что там митрополит помолился с какими-то ретиками. Ну безумие полное. Да он даже отверженный, говорит, хочу ли не отвергнуть. Помните притчу о любящем пастыре. Премудрость Соломона 12.18 Но обладая силою, ты, Господи, судишь снисходительно и управляешь всеми с великою милостью. Это нам пример. Подражайте мне, Павел говорит, как я Христу. То есть образец, оригинал, это Христос. Хотя бы мы больше знали, больше видели. Мы должны иметь снисхождение. Как? Разъяснить. А когда человек ожесточился, не понимает. Для этого есть правило. Два-три человека не принял. В церкви сказал. Не принял, тогда ты отошел. Ты не виноват. Он погрузился уже в бездну. Серахов 30 глава 11 стих. Но к бедному ты будь снисходителен и снилась ты не ему немедли. Серахов говорит о том, что не надо расследовать до конца. Человек сегодня голоден. Но в самом деле он неправильно жил. Может быть даже и пропил. А может быть и проиграл. Его не надо поддерживать в этом. Но сегодня он голоден. Ты накорми его, не дай умереть. Не больше. Будь снисходителен. Мы видим, вот я показываю в разных книгах, разбираю, что говорит патриарх. Вот сейчас его выступлением с военными ведомствами, структурами. Ни одного вопроса не отвечает правильно. Раньше было на 50 вопросов. Два вопроса правильно патриарх отвечал. Сегодня я не нахожу ни одного правильного ответа. Но идет так, как я раньше говорил. Священники благословляют на войну. Целуют знамена. А сейчас чеченцы и все дали указание. Снайперам в первую очередь убивать священников. Как главных вдохновителей зла. Их отстреливают сегодня. И отстреливать не как-то, а как в природе бывает. Бешеные леса, бешеная собака и все. Почему? Потому что вы идете вопреки своего закона. Вот что. Мы вас убиваем, как нарушителей вашего Евангелия. Вот оказывается, что уже поставили. Но мы должны снисходить. Здесь нет четко и ясно сказать. Если вы так будете делать, дальше вы все будете погибеть. И ни один не спасется. Притча Соломона 19.11 Благоразумие делает человека медленным на гнев. И слава для него быть снисходительным. Чтобы быть снисходителем, надо знать, что человек заблуждается неумышленно. Но когда ему уже сказали, что после третьего и второго вразумления, вертикат вращается с ними, разговаривать больше не о чем. Я еще раз повторяю. Я категорически против объединения с теми, какие сейчас есть. Но мы не можем сказать относительно благодати или что. Это Бог решает. Наша задача в том, чтобы быть светом, если мы с ними встречаемся, показать этот свет. Израиль получил от Бога указание быть вместе компактно. Но разделил на 12 областей краев по коленам. И чтобы здесь колено с коленом не сообщалось. Вот что было. Невеста нравится рядом. Она еврейка, законная, чистопородная. Не имеешь права брать. Бери только по своему колене. Израиль подчинялся. А куда ты денешься? Мама мне нравится. Это сегодня так. Тогда не было так. В Израиле была дисциплина, которой сегодня вообще нигде нет. Ни один народ не получил такого указания жить компактно, не жениться на других, не отдавать своих дочерей за иноземство. Вообще этого нигде нет. Один в мире народ получил это право. Это право. Это милость. И благодаря этому они сохранили себя. Но вот случилось так, что женолюбивый Соломон прогневал Бога. И потерпели за него все. Написано, родился скудаумный Раваам. И царство разделилось на двое. Проходит год, два, сто, двести, триста лет. И наконец говорят, это было промыслительно. Теперь начинает раскрываться. Почему Бог это сделал? Да без ведом Бога вообще ничего не делается. Промыслительно произошло разделение на зарубежную церковь в патриархию. Все промыслительно. А когда поняли, через 70-80 лет. Почему-то 70 лет это срок, когда человек дозревает до нужной кондиции. А это вот для чего надо было. Я раньше вопрос этот задавал неоднократно священникам. Почему Бог допустил это? Я спрашивал Александра Мения, Дмитрия Дудко о Гришке Распутине. Почему царь с ним знался? Из-за него тут мой какой ущерб был. Потом, постепенно, собирая все данные по крошкам, я увидел. Революция нужна была для того, чтобы убрать монастыри. Сломать храмы. И это нашел не где-то, а у священников, у православных. Бог сломал все наши алтари, говорит, а теперь весь алтарь у меня в котомке. И пошли под видом нищего от селения к селению. Первопоследским временам вернулись. И теперь я говорю не Гришка Распутин, а Григорий Ефимович. А царь просто жалкий царишка был. Наоборот, зачем Гриш... Григорий Ефимович знался царем с таким? Который все глушил и давил, и не давал ни патриарха избрать, ничего. Против был. Теперь я уже совершенно по-другому вижу, и это было промыслительно. Дозревать надо. Не надо останавливаться на одном месте. Ты больше считай, больше смотри, и самое главное, больше молись. Чаще повторяй не только Господи помилуй, но говори. Господи, да будет воля Твоя, и дай мне волю Твою познать из Святой Библии. Я познал Твое имя, Святое Иегова. Православие-то вообще этого не знает. Я благодарю Тебя, Господи. Второе послание к Коринфянам 11.1. Павел говорит, если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию. Ну, у него не было неразумия. Он как бы высмеивает в виде иронии. Вы же такие мудрецы, но я вас прошу тоже, не зайдите к моему неразумию, что я так понимаю. Но я вам это докажу, свое неразумие, что оно по Слову Божию. Если вы против, докажите. Не просто я поднялся, ушел, и меня больше здесь не убейте. Христиане так никогда не рассуждают. Христианин всегда бьется победой на земле или на небе. Хотя бы ты и умер. Второе, Коринфянам 11.4. Павел говорит, если бы проповедовали другого Иисуса, или бы получили иного духа, вы были бы очень снисходительны. Я гляжу, с какой строгостью судят нас, нашу общину. Ну, и меня захватывают здесь. То по отношению-то себя, если бы... Ну, мы жили, я говорю, как вы. Да вы бы от нас-то порошинки не оставили, ни одной нитки. Вы за собой разве не знаете. А вот у них такие порядки, наши порядки. Не нравятся. Но вы можете что-то такое сделать, чтобы мы 7 минут подготавливались к молитве, чтобы не было хождения, ни криков нет, а тоже осуждают. Ну, будьте несколько снисходительны. Колоссинам 3.11. Исходя друг ко другу и прощая взаимно, как и Христос простил нас. А как именно? А он видит, что мы никто. Да уподобился нам, среди нас жил, показал нам пример. И вот наша задача показать этим патриархийным... Сегодня мы еще не идем туда, но я думаю, наступит момент, когда мы скажем, сегодня идти не по городу только, а идти по храмам. Идти свидетельствовать. Господь шел в такие места, где обвиняли. А он ест и пьет с мытарями и грешниками. И нас будут обвинять. Они пошли с патриархийными. А мы, может, увидим там таких, по сравнению с которыми мы увидим себя не такими, как мы себя видим. Может, нам это как раз для смирения нужно. Израиль был разделен. И тысячелетия не может собрать их вместе. Патриоты знали, земля дана нам, мы не отдадим. А Иеремия говорит, скинуть эти узы, ума, высокоумие, идите в плен. Напротив одного сотни пророков, и все оказались неправы. Только один оказался прав. И оказалось, надо идти. И там теперь эти колена соединяются вместе. Никакого разделения нет. И после пленения, вернувшись оттуда, они вообще перемешали все колена. Потому что все эти стенки мешали. Господь до времени их только давал. Почему Богородица из Иудина колена, а Иллисовета из Ливиина? И почему они родцы? И Кезатаус говорит, перемешал Господь все в плену. Тоже было промыслительно. Может, Господь нас с кем-то перемешает. Но если мы соль, то мы не потеряем силу. А если здесь только числимся в шленах общины и ничего не делаем, так никуда не надо уходить. Мы уже готовы к московской патриархии. Это тоже промыслительно. Тевреем 5.2 Нам нужен такой первосвященник, могущий с ней сходить, невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью. Мы сколько слышим? Что спрашивают всех людей, которые ничего не слышали? А я пойду то к грекам, то куда? Ты сам подумай, выпроси у Бога, чтобы Бог тебе это ответил. Где? Ты здесь родился и здесь не пригодился? А ты посмотри, сколько храмов сегодня в Барнауле. Ты в каждый храм пойди. Войди к нему в доверие, чтобы тебе выделили истинного христианина. И около каждого храма образуйте вот такие места занятий, как здесь. И вы обязательно найдете там людей, которые искренне любят Бога, которые на поводу у батюшек не идут. Мы, знаете, для нас это сокровище еще не начатое. Еще мы не начинали там разработку даже вести. Готовьте технику. Готовьте работать. Там, может быть, золотые призки для каждого из нас откроются. Как сохранить единство? А я спрашиваю, а если этого единства не было? Его и сохранять не надо. Значит, его надо найти. Найти, говорят, точки соприкосновения. Немного об единстве. Эфесянам 4.13. Павел говорит, доколе все придем в единство веры и познание сына Божия в мужа совершенного в меру полного возраста Христова. Вот для чего нам нужно это единство. Сказать, что мы там ничего не найдем, а только понесем, это глубочайшее заблуждение. Иногда достаточно бывает с кем-то поговорить, чтобы увидеть. Мне этого еще не хватает. И премьер Сирен встретился с блудницей с первой. Опустил голову, повернулся назад. Человек, к которому обращали взоры многие люди, которые в Писании творения остались до наших дней, а Иоанн учил обыкновенно женщины, и притом не раз такое было. Небольшой разговор, и вдруг приоткрывает как завесу. Послание Иуды 1.19. Есть люди, которые категорически против, ни под каким видом хотя бы патриархии полностью все исправили, хотя бы они сегодня перемерли и новое встали. Мы никогда не пойдем на соединение. Но нельзя же смоленского митрополита Кирилла ставить во главу всего. Есть еще Кирилл Игумен, который к нам приезжал, Сахаров, у которого настоящая община, который и на нэн по сегодняшний день не принял единственный храм на всю Москву. И он, приезжая сюда, написал и сказал, самая яркая встреча была в жизни моей. Это председатель братца молодежи всей России был. Как приезд сюда, что он увидел в Потеряевке. Так Кирилла-то еще много. По одному человеку никогда ничего нельзя равнять. Это люди, отделяющие себя от единства веры. И какие они? А душевные, не имеющие духа. То не тот календарь, не так пальцы прижали. Да Господь ничего этого не оставлял. Самое главное, чтобы сердце было любящее. Я иду на конфронтацию по любви. Я иду на соединение по любви. Я покоряю синоду по любви. Вы не забывайте, что мы здесь молились, когда заседал Синод, когда был все зарубежный собор. Не просто так, не по-нашему я не послушаю. Горькое-горькое ждет разочарование тебя в таком решении. Если мы молились и повторяли, какое бы ни было решение, мы примем и в нем найдем зерно. Я вам сказал, нам откроются двери. Мы идем в плен. А в плену что откроется, не знаю. Ездор говорит, Господи, я рассмотрел, в Израиле хоть один есть человек спасенный. Я здесь вообще ни одного не видел. Но ты послал для чего-то. И в плену у него самые большие откровения были. Там Господь показал ему. Там Езекиилю показал. Там Бог дал план будущего храма, который как бы ничто по сравнению с тем. Но этот храм будет больше прежнего, ибо в нем явится сам храмоздатель, архитектор Христос. И 18 стих. Они погибают, говорит, от собственных своих похотей. Уста их произносят надутые слова. Ну, выражения какие? Надутые слова. Да ничего, резиновые разные слова. А то есть украшают разными местами какие-то каноны, святые отцы, отдельные люди сказали. Ну, это все может быть и так. Но Бог-то будет судить тебя по Евангелию. Ты открой по Евангелию, скажи. Бог дал указание разделяться. Нет нигде такого. Мы должны объединяться только на одной основе. На основании учения Иисуса Христа. Произносят надутые пустословия. Это наглые ругатели, поступающие по собственным, нечестивым, похотям. На разделении нет ни одного указания. Даже совершенно непотребную жизнь будет вести епископ. И тогда не отделяться. Первое Маковейское 8.20 написано о том, как заключили с римлянами союз евреев, которым запрещено было входить в общение. И это поощряется, потому что они нашли его справедливым для себя. И Псалом 54.21 Они простерли руки свои на тех, которые с ними в мире нарушили союз с собой. И когда нас Господь благословит на труд, который мы можем там делать, не напрямую, конечно, подчиняясь им, не местному епископу, и они все равно поднимут на нас войну. Я подумал, что вот этот Псалом 54.21, он будет для нас утешением. Они прострут на нас руки. Но мы доверимся Богу и посмотрим, когда Бог нас выведет из этого пленения. Аминь. Приняйте поклонения. Остерение нашего Богу и поклонения.